Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с прибором по измерению напряжения в различных батарейках аккумуляторов разного типоразмера. В данном случае у нас уже один вариант был, но конкретно данный вариант предназначен для аккумуляторов и батареек 1,5 Вольта, и также для 9 Вольт типа кроны. Есть еще один такой же приборчик, но здесь уже предназначен для различных аккумуляторов от 1,2 Вольта металлогидридных до 4,8 Вольт. Это литий-ионные аккумуляторы. Ну и также здесь можно измерять 9 Вольт аккумулятор-батарейку типа крона. В данном случае ряд батареек здесь вот аккумуляторов представлено, те, что были раньше. Ну и интересно сравнить, что из себя представляют два эти прибора, одинаковые по сути, но разные по измерениям, особенно по лицевой части. Сейчас это все посмотрим и пронаблюдаем. Итак, пришло это все из Китая достаточно быстро, еще около двух недель-трех. Вставляла Почта Россия, потому что торговой доставщик нельзя было выбрать. Пришлось выбрать этот. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Пришло это все вот в таком состоянии. Если мы посмотрим, обратная сторона та же самая. Расписано только для 1,5 Вольта и 9 Вольт. Хорошее состояние, мало энергии, и нужно менять, как и в том случае. Но зато отличаются в лицевой части. Так, давайте снимем упаковку, так называемую. И, по сути, то же самое. Два приборчика одинаковые. Единственная лицевая сторона разная, говорящая о том, что предназначена для разных целей. А вот обратная сторона, она совпадает у двух этих приборов. Ну и же, давайте сравним, можно ли измерять одно и то же двумя этими приборами. Один из которых предназначен для разных типов аккумуляторов, а второй предназначен для только 1,5 Вольтовых и 9 Вольтовых аккумуляторов батареек. Итак, приступаем. Итак, у нас аккумулятор 21700. Так, не забываем, плюс, минус. Так, и здесь у нас 383. Держать долго не надо. А тут 389. Следующий аккумулятор, это у нас 18500. Опять плюс в сторону красного. Здесь 4,06. Здесь 4,06. Теперь у нас батарейка-аккумулятор. Это CR2032. Ну, обычная батарейка-аккумулятор для системного блока. Ну, для различных устройств, в том числе 3D-очков. Так, и тут 3,27. Ну, и тут 3,22. Следующая у нас батарейка Duracell. Она уже использована. Давайте посмотрим, сколько этот покажет прибор родной. Здесь 1,15 показала. Здесь 1,12. Да, не забываем, что эти два тестера питаются от источника. Теперь батарейка та же самая Duracell. Там было 2, а здесь 3А. Так. Здесь 1,29. Ну, а здесь 1,23. И последний, это аккумулятор 3А. И, оп, он тоже уже пользованный. Надо его подзаряжать. Ну, и посмотрим, сколько он его дает. Вот здесь 1,31. А здесь 1,31. Ну, и можно сделать выводы, что, по сути, это одно и то же. Единственное, я скрывать не буду. Смотреть там, что за микросхемы стоят и так далее. Но, показывает одни и те же данные, которые я вам продемонстрировал. Итак, я вам продемонстрировал тестер питания BT-168 PRO, который может измерять различные типы аккумуляторов. Вот. И батареек. Вот 1,2 вольта до 4,8 вольт. И 9-ти вольтовую типу крона. Ну, и были сопоставлены данные с предыдущим тестером батареек-аккумулятора BT-168D, обозначающий digital, то есть цифровой. Который позволяет измерять аккумуляторы батарейки 1,5 вольта и 9-ти вольтовую крону. Ну, и, как видим, из эксперимента значения как поэтому, так и потому практически одинаковые. Есть там погрешность, но небольшая. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил о тестере BT-168 PRO вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok